Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Ролеты вне закона. Муниципальный контроль продолжает работы по демонтажу незаконно возведенных конструкций. Звезды всем отелям. С 1 января размещать постояльцев могут только прошедшие классификации объекты. Бизнес не должен оставаться в стороне от развития городской среды. Тем более, если он давно и успешно развивает на ней свое производство и эксплуатирует инфраструктуру. Глава города Сергей Сергеев встретился сегодня с предпринимателями, чьи торговые объекты вдоль Анапского шоссе за многие годы стали успешными и известными. Тема разговора главы города с предпринимателями – разрушенный за многие годы тротуар. Вдоль солидных торговых объектов отсутствие достойной пешеходной зоны не служит на пользу и самим предпринимателям, не красит и город. Глава курорта попросил предпринимателей по-хозяйски подойти к этому вопросу. За примером ответственности бизнеса за территорию, прилегающую к своему объекту, далеко ходить не надо. Часть дорожки аккуратно уложена одним из бизнесменов, который не стал дожидаться особого приглашения поработать на благо родного города. Сергей Сергеев поблагодарил предпринимателей за понимание и желание пойти навстречу городу, пообещав им всяческую поддержку. И привел пример, когда не встретил понимания отдельных бизнесменов. Я помню 2012 год, декабрь месяц, когда вдоль бензовода я попросил положить асфальт маленький, не широкий. Когда на просьбу главы города последовало молчание, работу по благоустройству выполнил, конечно, город сам. Я положил собственными силами бетон. Я не злопамятный, но я не себе во двор просил это все. Так нельзя. Сергей Сергеев подчеркнул, что всегда просит относиться к Анапе с любовью и по-хозяйски. Силой испытать этих чувств не заставишь. Может быть, кто-то не хочет. Я никого не заставляю. Предприниматели пообещали, что благоустройство будет достойным их бизнеса. А глава курорта проехал на улицу Садовую. На асфальтировании ее разбитого покрытия уже есть проект. И общий ее вид говорит сам за себя. Улица построилась почти одновременно. Строительная техника разбила дорожное покрытие до основания. Мы-то начнем от себя, но каким-то образом здесь надо и в левый поворот вставлять. То есть надо тоже, надо кудрявцево привлекать. Гаишники пусть подсказывают. И выходить на краевую комиссию, пока мы вот это все будем делать. Вообще, конечно, делать ее надо, да? Вице-губернатор Кубани Анна Менькова провелась сегодня в режиме видеоселектора совещания, на котором обсуждались актуальные вопросы здравоохранения, образования, культуры и других социальных отраслей. В школах края должны работать медицинские кабинеты. Причем врач в учебном заведении должен находиться постоянно. Такая задача поставлена перед министерствами образования и здравоохранения. Еще одна злободневная проблема – нехватка педагогических кадров. Муниципалитетам надо задуматься, как привлекать молодых педагогов и поддерживать учителей, чтобы они не уходили из профессии. Острой проблемой остается рост количества абортов. Также в ряде муниципалитетов края ухудшилась ситуация с уровнем смертности. Это недопустимо. Среди прочих обсуждаемых на селекторе вопросов был ремонт сельских домов культуры, своевременная выплата заработной платы на предприятиях и трудоустройство инвалидов. Звезды каждому отелю. С 1 января этого года услуги по размещению постояльцев в крае могут осуществлять только прошедшие классификации объекты. Такой срок установлен в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедерации в 2017 году. В перечень территорий, на которые распространяются требования закона, включены все 44 муниципальных образования, согласно постановлению губернатора края Вениамина Кондратьева. В настоящее время классификацию уже прошли более 4000 средств размещения. Это 83% от всех объектов, подлежащих классификации. Ознакомиться с тем, каким требованием должны соответствовать средства размещения, получившие ту или иную категорию, можно на сайте Краевого Минтуризма. Ведь звезды на вывеске отеля – это индикатор получения заявленного набора услуг и их качества, в случае непредоставления которых туристы могут обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверок. Муниципальный контроль продолжает работы по демонтажу незаконно возведенных конструкций. За прошедший год было принято решение по двум сотням объектов. В наступившем году – вновь сносы самостроев. Пять некапитальных объектов в селе Витязева были демонтированы силами специалистов Римстроя при участии полиции и сотрудников Монконтроля. Собственники неоднократно получали уведомления о незаконности расположения объектов. До 20 декабря у них была возможность демонтировать строение самостоятельно, однако владельцы проигнорировали постановление межведомственной комиссии. Решение межведомственной комиссии публикуется на официальном сайте администрации, плюс в газете «Анапская Черноморья», а также на некапитальных объектах, которые подлежат демонтажу, размещается информационное сообщение, на котором указан срок, в котором должны собственники демонтировать самостоятельно этот объект. Если этот срок нарушен, то уже демонтаж берет на себя администрацию. Торговые точки были демонтированы на улицах Лазурная, Гагарина и Короткая. В момент демонтажа собственники так и не объявились. Все ролеты были перемещены на штрафную стоянку в поселок Цибанабалка. Для их возврата хозяевам придется обратиться в управление муниципального контроля с документами, удостоверяющими право собственности. На это у них есть полгода. По истечению этого срока конструкции будут утилизированы. Второй год Центральная библиотека встречает Рождество с читателями в литературно-музыкальной гостиной. Музыканты, поэты, писатели города. Все те, кто выражает эмоции в творчестве, собираются в теплой атмосфере литературной гавани Анапы. Гостей праздничного мероприятия приветствовала иерея храма святого Серафима Саровского, отец Николая. По скайпу из Красноярска давний друг Анапы-композитор Светлана Сибирская-Ермаченко исполнила авторские песни. Самым запоминающимся рождественским подарком была музыкально-театрализованная сказка «Рождество Христа», которую показали ученики школы номер 7. Господи, Бог милый, Будь тяги, Не остави нас. Затем аудитория аплодисментами встречала поэтов литературно-художественного объединения «Парус». В исполнении авторов звучали стихи, песни, покорили всех творческими номерами Надежда Струнко, Екатерина Жданова, семейный православный дуэт Евгений и Екатерина и другие. Также собравшиеся могли ознакомиться с выставкой книг и поделок на рождественскую тему. Наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает в новом году анапчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. До встречи! Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова